Методика расчета Верховный суд принял решение по иску от прокуратуры Ростовской области. Прокуратура в Ростове тогда обжаловала такую же точную методику расчета, такое же положение о защите зеленых насаждений, которое тоже устанавливало некие обобщенные усредненные таксы на вырубку деревьев. То есть, грубо говоря, какую сумму нужно заплатить за то, чтобы срубить легально дерево того или иного размера, возраст и так далее. Верховный суд нашел, что у субъектов федерации, уж тем более, конечно, у органов местного самоправления отсутствует полномочия для того, чтобы утверждать подобные таксы и методики. И, в общем, конечно, суд основывал это решение на нормах федерального закона об охране окружающей среды, который говорит о том, что такие таксы и методики могут быть рассчитаны только органам государственной власти, который полномочен вести, так сказать, деятельность в области охраны окружающей среды. В данном случае это Минприроды. Такие таксы Минприроды на настоящее время не утверждены. А что же делать? Ответ очень простой. Он кроется там же в 77-78-й скотях федерального закона об охране окружающей среды. Когда у нас нет каких-то усредненных сумм, которые должны заплатить желающие вырубить деревья, то необходимо руководствоваться реальной стоимостью работ по восстановлению природной среды в ее исходном виде. Здесь, как говорится, делается та самая мелочь, в которой кроется дьявол. Вот эта методика, когда нам сегодня презентовал ее заместитель ЖКХ, он побегно говорил, вы представляете, целых 8 тысяч будет стоить срубить какую-нибудь березу. Вы представляете, целых 8 тысяч. Что здесь важно? Есть дерево как объект имущественного права, как объект товара оборота, у которого действительно можно купить-порогать, приобрести в питомнике. В частности, администрация утверждает, что они эти суммы свои, сколько тысяч, какое дерево стоит, брали как раз-таки основываясь на расценках питомников. Но для того, чтобы дерево выросло, для того, чтобы дерево прижилось, для того, чтобы дерево вписалось в ту природную среду, и для того, чтобы таким образом в исполнении требований федерального закона об охране окружающей среды был возмещен в рек окружающей среде, было восстановлено нормальное состояние природной среды, требуется не только покупка деревьев, требуется также последующий уход, как правило, многолетний, который, естественно, как мы сегодня услышали, здесь не закладывается. То есть, по сути, эта методика, она не помогает собрать деньги за вырубку деревьев, а наоборот, она помогает освободить от уплата тех, кто повреждает зеленое насаждение. Почему? Допустим, как вот по той методике, которая действует сейчас, и по коррегации, которая предложена сейчас депутатами, значит, некто вырубает дерево. Он оплачивает вот эти там 8, 9 или сколько тысяч, ходит совершенно довольный, на эти деньги высаживаются саженцы, и затем все процедуры ухода, все процедуры, так сказать, по лечению, содержанию и так далее, они ложатся на муниципалитет. То есть, по сути, та работа, которую должен был выполнять субъект, производивший порубку, она у нас выполняется за бюджетный счет, непонятно, так сказать, на каких основаниях. Очень пораговал вопросом, который не смог ответить заместитель по ЖКХ Варакин, тоже больная тема, значит, того, что администрация, хотя формально в этом положении написала, что, значит, все обязаны сохранять зеленое насаждение, обеспечивать им рост, развитие, вот, хотя такая норма есть, реально она не выполняется. И часто возникает ситуация, когда некий застройщик берег участок в аренду, берег участок со здоровыми деревьями, доводит эти деревья до аварийного состояния, просто позволяет им засохнуть отсутствием ухода, а уход в городе деревьям всегда и всем необходим. Это, опять же, требование федеральных правил. А потом говорит, что, вы знаете, у нас по микродике вот этой вот самой замечательной вырубкой деревьев аварийных, сухостойных, она вообще бесплатно производится. Поэтому, говорите, вы не порубочный билет выгодите бесплатно. И такое происходит постоянно. То есть бюджет у нас, опять же, несет дополнительные убытки. Мы подготовили заключение на эту микродику. И, соответственно, мы будем обращаться в прокуратуру Московской области, к федеральному органу власти, поскольку такой вариант возмещения вреда окружающей среде, который здесь пригложен, по сути, возмещением вреда окружающей среды не является. Это, наоборот, способ освободить от ответственности, освободить от каких-то дополнительных расходов, негабросовестных субъектов. Спасибо.